Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск программы «Обо всем понемногу». С вами я, ее автор и ведущий Евгений Токарян. 19 января Православная Церковь отмечает праздник Крещения Господня. О нем сегодня рассказывает настоятель Ильинского храма Иерей Борис Гущин. Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Как известно, 19 января у нас праздник Крещения Господня или Святое Богоявление. Это один из 12 радостных торжественных праздников, поэтому они называются двунадесятыми, что 12 самых важных церковных праздников в году. Но его мы торжественно празднуем не только во время храмового богослужения. Вы знаете, что существует различного рода торжества, купания в проруби, которые, например, совершаются как воспоминания о том, что сделал Господь Иисус Христос. Вот Евангелие от Матфея, 3 глава, повествует нам о том, что Господь Иисус Христос пришел из Галилеи на реку Иордан, чтобы принять от Иоанна Крестителя Крещение. Так вот, сам Иоанн, Креститель, когда видя, кто к нему подходил, и вот, видимо, Господь открыл ему, он говорит, что не тебе надлежит креститься от меня, а мне от тебя. Но Господь отвечает такими словами, оставь, потому что так нам надлежит совершить всякую правду Божию. Вот правда Божия, видимо, имеется в виду замысел Бога о спасении мира и падшего человечества. И, в общем-то, что сделано, Господь сделал это ради нас, ради нашего с вами спасения. И когда Господь принял Крещение, как говорит Евангелие, Он тотчас же вышел из воды, потому как на Нем не было никакого греха. Вы знаете, что люди, которые принимали Крещение, которые символически омывались, вот это означало как бы то, что они омывают себя от греха. Господь, Иисус Христос, был без греха. И вот тоже Евангелие говорит о том, что Дух Святой в виде голубя сошел на Него, что разверлись небеса и услышали голос Бога Отца, который сказал «Сей Сын мой возлюбленный». Этим событием нам показывается Святая Троица, Христос, который принимает Крещение, Дух Святой, который в виде голубя сходит на Него, и голос Отца Небесного. В этот день мы, конечно, совершаем богослужение, и не только этот день, несколько дней существует попразднство, в которое мы торжественно прославляем Господа, совершаем богослужение, молимся, обязательно же причащаемся в этот день. С этим днем, с этим великим, радостным, добрым, светлым, чистым праздником, дорогие друзья, братья, сестры, поздравляю вас и я. Желаю всего самого хорошего, помощи Божьей, милости Божьей, чтобы Господь слышал ваши молитвы и чтобы Господь всегда жил в ваших сердцах. С праздником, дорогие мои! В преддверии дня рождения Антона Павловича Чехова мы продолжаем экскурсию по Дому Музею Писателя, рассказывает Ольга Шипулина. Чеховы очень долго не имели собственного дома, поэтому часто меняли жилье. И домик Чехова, сегодняшний музей, является первым съемным жильем Чеховых здесь, в Таганроге. Осенью 1859 года в этот двор и в этот дом въехали двое взрослых, папа и мама, двое деток, мальчики четырех с половиной и полутора лет. И третий на свет появился в этих стенах. Дом и вся усадьба принадлежали тогда таганрогскому купцу Александру Гнутову. Обстановка Чеховского дома была воссоздана по воспоминаниям Марфы Ивановны Морозовой, тетушки Антона, записанным первым директором этого музея, Михаилом Михайловичем Андреевым Туркиным. Экскурсия начинается с самой большой комнаты дома, которая служила в одно и то же время гостиной, столовой и рабочим кабинетом отца. И в этой комнате собрано наибольшее число подлинных чеховских экспонатов. Прежде всего это посуда, чайная посуда на столе, которые в свое время касались ручки маленького мальчика. А вот в горке представлены уже предметы, принадлежавшие взрослому человеку, известному писателю Антону Палчу Чехову. Стеклянной кружкой и графином Чехов пользовался, живя в Ялте. И в 1935 году его сестра Мария Павловна, приехав в Таганрог, сделала музею такой подарок. Среди подлинных чеховских экспонатов документы и фотографии. На конторке представлены первые документы отца будущего писателя. Это прошение Павла Егоровича в городскую управу о принятии его семейством в общество таганрогских купцов. А также самое первое купеческое свидетельство, полученное им по Третьей гильдии в 1858 году. Над конторкой фотография старшего поколения. Стоит в центре отец Павел Егорович, рядом Евгения Яковлевна, мама Антоши и любимый дядя Антона Чехова, Митрофан Егорович Чехов. А в центре всей этой группы родной дедушка Антона Егор Михайлович Чехов. К этому моменту бывший крепостной Егор Михайлович, выкупивший на волю себя и свою семью за 20 лет до отмены крепостного права в России, был управляющим в имении графини Платовой, внучки Атамана Платова, героя войны 1812 года. Окружает его его жена, бабушка Антона Ефросинья Емельяна и младшая невестка, тетя Милечка, тетушка Антона Чехова. Дедушка Егор Михайлович был большим любителем и собирателем религиозной литературы. У него была небольшая библиотека религиозных книг, которые он впоследствии раздарил своим детям. И одна из этих книг была подарена семейству Павла Чехова. И впоследствии уже Павел Егорович Чехов по вечерам прочитывал семье своей страничку или главу из этой книги. Это Четь Еминей, книга для домашнего, благочестивого, ежевечернего чтения. Еще один чеховский подлинник, представленный в нашей экспозиции. Икона Пресвятая Божья Матерь с младенцем работы двоюродного деда Антона Палча Воронежского, крепостного художника-самоучки Василия Михайловича Чехова, родного брата деда Егора. Родители Антона Палча были людьми очень наважными и весь этот угол был увешан иконами. Иконы присутствовали в обязательном порядке и во всех других комнатах. После длительных праздничных застолий организм человека нуждается в разгрузке. О том, как сделать это при помощи фитопрепаратов, рассказывает руководитель предприятия «Целебные травы Северного Кавказа» Екатерина Олейникова. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я в очередной раз хочу поговорить с вами на тему очищения. После праздничных застолий наш организм нуждается в разгрузке. В первую очередь необходимо очистить кишечник и печень. Для комфортного и безопасного очищения у нас есть все необходимое. Травяной чай для очищения желудочно-кишечного тракта. Мягко и эффективно очищает кишечник от шлаков и накопленных отложений. Улучшает перистальтику кишечника и желчоотделение. Избавляет от запоров. Чай особенно необходим в программах похудения и общего оздоровления организма. Травяной чай для очищения печени. Содержит кровоочистительные, желчегонные, противовоспалительные травы. Эффективно устраняет застойные процессы печени и желчного пузыря. Очищает их от шлаков и токсинов. Рекомендуется проходить очищение печени два раза в год. Особенно это необходимо людям, страдающим запорами и тяжестью области печени. Чай полезен всем для улучшения работы желудочно-кишечного тракта и поддержания здоровья всего организма. Тыквенный бальзам. Идеально подходит для очищения кишечника и печени. Стимулирует желчоотделение и улучшает пищеварение. Нормализует стул. Восстанавливает клетки печени при гепатитах, алкогольных поражениях печени. Дискинезии желчевыводящих путей. Бальзам особенно необходим при желчекаменной болезни и в программах снижения веса. Абис мелифера гепата. Экстракт пчелиного подмора с добавлением семян расторопши. Средство широкого спектра действия. Препарат восстанавливает моторную и секреторную функцию желудка и кишечника. Нормализует кислотность желчного сока. Обладает противоязвенным действием. Лечит заболевания печени. Восстанавливает микрофлору кишечника. Данные препараты рекомендуется пропивать в комплексе. Согласно прилагаемым инструкциям в течение одного месяца. Более подробно ознакомиться с нашей продукцией вы можете в фитоцентре «Целебные травы». Или на сайте лечиттравы.рф А на сегодня я прощаюсь с вами. Желаю здоровья и всего самого доброго. До свидания. Вас ждут по адресу. Город Таганрог, улица Александровская, 79. Ежедневно с 8.30 до 18.30. Телефон горячей линии 8 800 775 3191. 25 января 1938 года родился всеми любимый поэт, артист театра и кино Владимир Высоцкий. Я решил узнать, что помнят о нем жители нашего города и провел экспресс-опрос. 25 января день рождения Владимира Высоцкого. Что вы знаете об этом человеке? Это великий советский, российский поэт, певец. На самом деле, у меня папа очень любит его творчество. Ну и в свое время я тоже слушала его песни. Даже писала стинг-газеты в школе. Кроме того, что он певец и композитор, и исполнитель своих песен, он еще и актер, да? Да, и в кино он снимался, и в театре играл. А скажите, вы можете назвать какие-то или роли, или фильмы, в которых он снимался? Ну, я точно знаю, это советский сериал, но я его полностью не смотрела. Там, где был Володя Шарапов, Черная кошка называется. Место встречи? Вместо встречи, извините, нельзя, да. Вот там у нас сыграл роль сыщика. И фильмов, к сожалению, я больше с участием не вспомню. Ну тогда, если можно, какие-то песни, названия сможете вспомнить? Или, может быть, несколько четверостиши, или одно хотя бы четверостиши? Ну, песни о друге, если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Парня в горы с собой. И не рискни. И не рискни. Не бросай его одного. А вот там вместе в связке с тобой одной, и там поймешь, кто такой. Баллада о любви. Мне очень нравится его стихотворение, но, к сожалению, его наизусть не знаю. А в школе мы учили стихотворение. О войне стихотворения, о потере товарища в бою. Я не помню, как оно называется, но четверостиш я помню. Почему все не так? Вроде все, как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух, и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас, в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Ну, дальше там еще есть четверостишья, но я не помню. Вот как раз он называется, что он вчера не вернулся из боя. Он так называется. Замечательно, замечательно. Вот видите, не только, наверное, папа ваш, но и вы тоже порчество высотков. Ну, вот когда в школе писала по литературе стенгазету, да, я читала его. Стихи произведения. Цветы на приграничной полосе еще есть стихотворение. Нет, у него на самом деле очень много. Просто сейчас так спонтанно, невозможно вспомнить, но на самом деле и много таких, как бы вроде и шуточных, но со смыслом стихотворений тоже есть. Зарядка утренняя, да? Утренняя зарядка. На самом деле он был даже, мне кажется, какой-то йог, потому что я недавно где-то видела отрывок записи, где он поет эту песню, при этом отжимается, там становится на руки, чуть ли не на голову и даже не сбивает дыхание при этом. То есть это был человек такой еще физически подготовленный. 25 января день рождения Владимира Высоцкого. Что вы знаете об этом человеке? Это очень хороший композитор, музыкант. Он исполнял, у него очень хорошие песни. Я иногда слушаю его песни. Ну что еще могу сказать о Высоцком? Честно, биографию я его слабо знаю. В основном только песни слушаю. Ну вот скажите, песни вы слушаете, вы можете или название перечислить, или может быть какое-то четверостище сегодня вспомнить? Четверостище? О, у него много. Вот Парус. Это про Парус у него песня потом. Какие у него еще песни у Высоцкого? Раз, потом гитара семиструнная у него. Но у него много песен, честно. Я их даже все сразу не смогу перечислить, вспомнить. Все эти четверостищи и как они правильно будут петься. Ну ничего страшного. Ну кроме того, что он был композитор и автор песен, и исполнитель, он был еще актером. Вы можете вспомнить фильмы или роли, в которых он снимал? Фильмы или роли? Честно, фильм я не помню название. Помню, что он там то ли про друга, песня, в этом фильме он сам ее написал и исполнил, и снимался в этом фильме. Но фильмы я не помню, этот фильм давно смотрел. Этот фильм называется «Вертикаль». Да, 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 да. Я вот помню небольшой такой отрывочек из фильма, где он как раз пел эту песню. А так сильно фильм не помню. 25 января, день рождения у Владимира Высоцкого. Что вы знаете? Я знаю, что это наш великий певец советский. У него очень актуальные песни и на теперешние темы. И он и артист у нас, и певец, и композитор, и вообще человек прогрессивный. Сейчас его песни и стихи его актуальны в наше время. Мы его помним, знаем, любим, поем его песни. Ну, в общем, уважаем как человека, как композитора, как поэта. Скажите, пожалуйста, кроме того, что он композитор и певец, он еще и актер. Вы можете вспомнить, какие фильмы с его участием или роли его в кино или в театре? Конечно, первое место встречи изменить нельзя, это на первом месте. По-моему, «Вертикаль» был еще, да, его фильм? Он там снимался, «Вертикали». Так, а вот больше я не помню, честно говоря. Не могу вспомнить. Два товарища, да? Два товарища. А, офицеры, да, 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 да. Он много кое-где сыграл. Ну, вот не могу сейчас вспомнить сразу. Ну, и если можно, вы вот рассказывали очень хорошо о стихах его. Что-нибудь вспомните, хотя бы несколько строчек из самого любимого вашего стихотворения. Где мои 17 лет на большом каретном, а где мой пистолет на большом каретном. Ну, еще сейчас не вспомню, честно говоря. Что еще? Что-то не люблю, когда меня смотрят в спину, что-то за спиной моей. А, еще вот в этот хорошее, которое Марина Влади, девушка. Я... Разговор с телефонисткой по телефону с Мариной Влади, когда он просил соединить с любимой женщиной его. Ну, много чего хорошего, да. Так сразу и не вспомнишь. 25 января день рождения Владимира Высоцкого. Что вы о нем знаете? Ну, Высоцкий, это... Я вырос на песнях Высоцких, поэтому, во всяком случае, ну, считаю, что очень много знаю. Ну, о его жизни, о его рождении, о его песенах. Это еще на кассетах мы все записывали эти песни. Так что, я говорю, это моя молодость полностью, его песни. А вот сейчас что-то можете процитировать? Ну, например, это, что сразу кидается. Тогда это... Я с Киркой в Москве нашел при такой повышенной зарплате, где он написал песню, говорил, что... Когда-то у него был сосед один геолог, а другой алкоголик. И он на эту тему тогда составил песню. Ну, если я могу напомнить, там это... И вчера ихний сын упал головой в нашей двери. Специально он разбил там графин. Я мамаша счет в двойном размере. Ну, это песня. Это сразу почему-то... Ну, про зарядку, естественно, там. Про боксера, там это. А против милиции он что, да ничего. Ну, не говоря уже о такие фильмы, как «Вертикальская», «Лаласка» и так. И у него, в общем-то, у Высоцкого это... На все темы были песни. Полностью. Хоть космонавтов посвященные, хоть посвященные там шахтерам, хоть боксерам все. Поэтому достаточно. Я говорю, что у меня кассеты были, еще записывали они. Так, не было их и не в доступе в таком целом. Поэтому песен много. 25 января, день рождения Высоцкого. Расскажи, пожалуйста, что-то о нем было. Барт, вец был на его убиле, даже у его памятника в этом году, в Калининграде. Он ушел из жизни как раз в тот год, когда я родился. Так что, некоторые даже пересечения у нас в этом есть. Все знают его песни, в фильмах особенно. То есть, это такой идол советских времен. Без него советская история и не история. Его голос хрипотцой вошел в подкорку сознания советского человека. Скажи, пожалуйста, вот какие фильмы ты помнишь с его участием? Сам я, на самом деле, даже, пожалуй, целенаправленный, допустим, там ту же вертикаль. Я не смотрел, хотя и миллион раз те или иные какие-то отрывки музыкальные или же кинографические там и там видел. Был я в его музее в Прильбрусе, также нам много рассказывали о его жизни и какие-то интересные эпизоды. Вроде того, что изначально лучше гор могут быть только горцы, в оригинале было. Но затем у Высоцкого вышел какой-то конфликт с местными и лучше гор стали только горы, а не горцы. Таких фактов как-то отпечаталось в жизни какое-то количество. Вот как-то так. Я понял. Ну вот, например, такой фильм, я считаю, икона для любого актера, как место встречи, изменить нельзя. Тоже не смотрел? Нет, не смотрел, хотя, конечно же, много раз о нем слышал. Глеб Жабуглов, Ворот, Диашарапов. Надо будет, в конце концов, все-таки увидеть этих героев своими глазами. Вот, может быть, и посмотрю в ближайшее время. Ну и вот из стиховых песен есть что-то вот такое, что сейчас вот прям сразу на ум придет? Четырадцатища или там пару строчек? Кроме лучшего города могут быть только горы. Даже не знаю. Ну, наверное, конечно, если бы я подумал бы, там, пару-тройку минут что-то бы и вспомнилось. Что про канадчиковую дачу, это же Высоцкий. Вся канадчиковая дача призера собралась в комнате Никсона и Жоржа Помпиду, это же из него. Ну, такие, да, какие-то, такие короткие, да, отрывки, да. Вы сказали, что Вы родились, когда Высоцкий уже ушел в этот год, да? Ну, что для Вас этот человек? Глыба. Глыба этот человек, конечно. Такого второго уже не будет. 25 января день рождения Владимира Высоцкого. Что Вы о нем знаете? Ух ты, ну, много чего. Во-первых, он часто бывал в Таганроге. Нина Васильевна, его мама, вот, она даже, говорят, что крестила Высоцкого на нашей церкви. Вот, ну, хороший поэт, хороший музыкант. С удовольствием его слушаем до сих пор и чтим его память. Скажите, пожалуйста, ну, кроме того, что он поэт, музыкант, композитор, исполнитель, он еще и актер. Вы можете назвать какие-то фильмы с его участием или роликом? Да, блин, однозначно. Место встречи изменить нельзя, однозначно. Вертикаль. Вертикаль, конечно, когда он молодой совсем был. Ну, больше, как быть, на ум ничего не приходит. Ну, два товарища там еще есть. Вот. Ну, много есть. Хорошо, что Вы это помните, потому что немногие сегодня это уже помнят. Ну, и еще такой у меня к Вам вопрос. Вот Вы говорите, что песни Вы слушаете. Вы можете, ну, хотя бы перечислить некоторые названия или в лучшем варианте, это хотя бы несколько строк. Ой, ну, я, честно, не вспомню. Ну, пропугай. Ему, ой, как он, как, большой, как, ему видней, жираф большой, ему видней, вот. Была хорошая песня. Ну, много знали, так на слух сейчас сразу не припомнишь какие. Вот вспоминай. Не, ну, что, я скалолазка, но я не пою. Скалолазка, да. Вот, мне нравится. Просто можно процитировать, не обязательно петь. Ну, как-то так. Не приходит, да. Вот крутится, вертится, а так сразу прям врасплох. Ну, я думаю, что все-таки Высоцкий это веха в нашей истории, глыба определенного такого масштаба. Я думаю, что все-таки таких людей нельзя забывать и надо их помнить вечно. Вот, это мое мнение такое. К сожалению, сейчас молодежь, наверное, и не знает, кто такой Высоцкий. Вот, так что. Я думаю, что надо его все-таки помнить. Помнить. Слушать и смотреть. Да, да, и смотреть. А теперь для участников экспресс-опроса Татьян, который 25 января отмечают свои именины и всех зрителей программы, поет Владимир Высоцкий. А я прощаюсь с вами и желаю всем удачи, отличного настроения и как можно больше положительных эмоций. Будьте здоровы. До свидания. Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу, во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет, укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес, заколдованный этот. Пусть на листьях не будет раз и поутру, пусть луна с небом пасмурным ссорит. Все равно я отсюда тебя заберу, в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу, ты выйдешь ко мне осторожно. Когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Редактор субтитров А.Семкин